Количество тех, кто пропускает занятия, увеличилось вдвое. Об этом рассказала директор 2-й Донецкой школы. Кто из отсутствующих заболел, а кто-то из-за непогоды просто остался дома. Чтобы ситуация не усугублялась, в школе предпринимают дополнительные меры. Рацион детей включены – лук, чеснок, чай с лимоном. Изредка делается от вора шиповника. Беседа с детьми и их родителями проводится как классными руководителями, так мы специально приглашаем узких специалистов-врачей. Как сообщили в областном департаменте образования, сегодня закрыта каждая десятая школа. 104 учебных заведения из-за низкой температуры, еще 30 – из-за карантина. Минимум температуры ожидается на завтра. И есть письмо соответствующее, согласно которому дети 1-4 классов не посещают учебные заведения, если температура меньше 20 градусов, а старших классов, если менее 24 градусов. Но решения принимаются. У нас область достаточно большая. И если мы говорим, что есть снег на юге, то снега нет на севере. Поэтому решения в каждом конкретном случае принимаются местными органами власти. Такие меры поддерживают санитарные врачи. Говорят, в холодную погоду вероятность заболеть возрастает в разы. Пит-порох не превышен. Остается заболеваемость на неэпидемическом уровне. Но в ряде школ, где регистрируется повышенный уровень заболеваемости, принимаются ограничительные меры, приостанавливается учебный процесс. Когда закончатся внеплановые каникулы в областном управлении, образование не сообщают. Все будет зависеть от погоды и показателей уровня заболеваемости. Игорь Тарасевич, Алина Калмыкова, Панорама.